Ау! Страшно-то как! Ой, поехали! Давай-давай! Едем-едем-едем! Ой-ой-ой-ой! О, хорошо-то как! О, пока-пока! Этот жанр очень древний. Первое упоминание вообще о черевовещателях было в трудах Платона 300 лет до нашей эры. Первый черевовещатель был Эврикл. Его имя было. Ему, кстати говоря, памятник стоит в Афинах. Недалеко, где раньше стоял театр Бакуса. И он служил в театре Бакуса. Каким образом он стал черевовещателем? Он пришел к говорящей голове Мгемона, то, что в Афинах, и увидел, как священнослужитель каждый раз перед тем, как эта говорящая голова говорит, то набирает воздух. Он подумал, что что-то тут не то. Очень умный был. Он это дело просек, будем так говорить, и начал пробовать черевовещать. Окей, окей, окей. Это вот такой. Шаловей, шаловей, шаловей. Да, мягкий, шаловей. Нет, нет, нет. Это... Саловей, мой, саловей. Вообще черевовещатели в Греции называли энгостриментами. Энгостримиты – это пророчествующие черевом, потому что это была прерогатива только священнослужителей. Передавалось это исключительно избранным, и они только служили на благо церкви. Потом, когда появились, так сказать, ну, говоря современным языком, самозанятые, вот, в особенности в Средние века, которые начали это использовать для себя в целях обогащения или в целых запуговьях и так далее, то священнослужители объявили их, что они слуги дьявола, и, если помните историю, их сжигали на кострах. Потом уже черевовещатели появились именно на сцене, и не только на сцене, при французском дворе. Это было вообще очень модно, еще во времена Калиостро, когда вот было. Очень многие ходили и пробовали черевовещать. Даже сам король увлекся этим, и тоже, имею в виду Ледовик XVII, и тоже пробовал черевовещать. Кстати, у него неплохо получалось. А на Западе у нас много очень черевовещателей, которые работают в цирке. Кстати говоря, на фестивале цирковые оттуда и за рубежа приезжали к нам. На Западе очень много школ вентрологов. И во Франции, и в Америке, я знаю, и в Англии есть школы вентрологов. А у нас, к сожалению, нет. И поэтому мне, допустим, до всего пришлось доходить самой. Да? Да. Это как это? Ну вот так. Я придумывала для себя упражнения. Чего ты делала? Упражнения придумывала. Что вот так вот говорить с тобой, это нужно много тренироваться. А как им долго? Ну как долго? Ну где-то у меня на это ушло полгода. Полгода я придумывала упражнения. Да ты чё? Да, да. Придумывала. И потом у меня через полгода уже получилось. И первая кукла, которую я сделала, это была такая из бантиков, такая типа буа такого на мне была. И просто как птичка такая как бы разговаривала. А я? А ты уже появилась в цирке. Да? Да, тебе специально сделали. Ты же у нас королева. Да-да-да, я королева, я. Я королева, я королева. Да-да-да. Ну и я тоже королева, не забывай об этом. А вы всё ворчите, ваше величество? Вот чё хочу-то и делаю. Хочу и ворчу. Я королева. Нет, я королева. Этот жанр, он у нас, к сожалению, не развивается. Очень хотелось бы, чтобы этот жанр развивался, чтобы он был и на фестивалях. Да-да-да-да, я очень хочу это. Да, ты хочешь, чтобы у тебя появились ещё подружки-куклы, да? Да. Ну, у тебя одна подружка есть, обезьянка-чуча? Да-да-да-да. Ой, она такая... Какая? Не, она хорошая. Но она очень хулиганистая. Хулиганистая. Ну что же, ну такие вот у нас куклы. Какая-то хулиганистая, какая-то правильная. Да, я. Я-ка-чуча. Это я, 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 я. Романс. Аляка. Соловей. Основную партию петь буду я. Нет, я! Вообще, чрево вещание настолько интересный жанр, потому что этим жанром, в принципе, может обладеть любой практически. Если... А что для этого надо? А для этого нужно что? Ну, во-первых, ну актёрское мастерство – это само собой. Стопроцентное владение своим речевым аппаратом. Для этого нужно просто хорошо изучить технику речи, сцену речи, интонации, тембр, дыхание. То есть всё это обязательно нужно с азов просто изучить. Вокал. Потому что почти все чрево вещатели, они поют, и вообще нужен голос, потому что нужно его по тембрам развивать. И самое сложное у чрево вещателей – это переходить очень быстро с одного тембра на другой. Когда ты говоришь своим голосом, а я своим. Да, ты своим. И когда вот этот вот быстрый переход с тембра на тембра – это довольно-таки сложное. И ещё оказалось очень сложным, чтобы твоё лицо не отображало мимику куклы, когда она говорит. Потому что я вначале, когда начинала только заниматься чрево вещанием, я за куклу говорю, а у меня эмоции, у меня глаза тоже за куклу. Вот, и мне Володя, муж, он мне помогал, как бы он мим, и он мне помогал вот именно мимику ставить. Говорит, нужно вот здесь закреплять, вот здесь вот как бы, то есть он мне в этом отношении очень помог. И плюс к этому ещё кукловодство. Нужно же, чтобы кукла, она же мёртвую точку держит, и она должна быть сама по себе, я сама по себе. То есть как бы два центра. Текст у нас тоже никто не пишет для чрево вещателей, это особое. Потому что вот буковки Б и П для чрево вещателей, они очень сложны. Потому что если эти буковки Б и П встречаются в начале слова или в ударном слоге, то, как правило, чрево вещатели, эти буковки, они, ну, вернее, эти слова, они меняют их на какие-то другие, на синонимы. Потому что есть вот в этом как бы сложность. И поэтому, когда пишешь текст, то, естественно, ты стараешься, чтобы у тебя буквы, они не были начальными Б и П. Я ещё хочу, я ещё хочу здесь. Ещё хочешь? Вот и ты. Ну да, 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 я не хочу, чтобы всё заканчивалось. Очень-очень хочется и, во-первых, продолжать работать в этом жанре, чтобы было, ну, сейчас вот с пандемией, конечно, это тяжело с работой, но вообще хочется продолжать и работать в этом жанре, и хочется, чтобы как можно людей больше узнавали об этом жанре. Потому что иногда выступаешь, а человек говорит, а вы под фонограмму говорите. Я говорю, нет, говорю, я живьём говорю. Да не может быть. Даже вот когда я вызываю человека и ему нажимаю вот на руку, чтобы он открывал рот, и говорю за него, и подходит человек после выступления и говорит, как я хорошо попадал в фонограмму. Я говорю, в какую фонограмму? Я говорю, это я говорила. Да ладно, не может быть. Я говорю, да я говорила. Ну, скажите что-нибудь. Да что сказать-то? Я даже не знаю, что ещё сказать. И вдруг у него глаза так расширяются, и говорит, да не может быть, я же рядом стоял. Говорит, я не видел, что вы открывали рот. Это какой-то ужас. Чуть я больше петь с тобой не буду.